Вычитать, умножать, а еще танцевать, петь и даже собирать роботов теперь учат в чебоксарских школах. На их базе начали создавать новые кружки и секции. За дополнительным образованием ученикам больше не нужно ехать на другой конец города. О том, как это работает в 40-й чебоксарской школе, Ольга Пырочкина. Мы построили робота, который должен доезжать из пункта А в пункт Б. В данном случае это лабиринт. Он работает с помощью двух сервоприлодов, которые подключены к блоку. Сергей и его одноклассники учатся во вторую смену. Однако в школе мальчики с самого утра. У них занятия по робототехнике. Эти датчики видят черную линию и дают команду датчикам движения повернуть. Кружок ведет учитель информатики. Мы занимаемся с ним по информатике. Они создают программу, а здесь они видят на практике, насколько получается результат. Учатся программировать, они учатся конструировать. Пока в одном классе занимаются роботами, в танцзале разучивают движение медленного вальса. Так как в этом году мы учимся во вторую смену, и нам очень удобно то, что есть бесплатный кружок танцев утром. Так как жена и я очень занятые люди, провожаем, в кавычках говоря, забываем про ребенка и вечером забираем его. И ни за что волноваться не надо. То есть ребенок не ездит куда-то, в транспорт не ездит, по дорогам не переходит. С инициативой, чтобы помимо основной учебной программы в школах начали работать кружки и секции, в прошлом году вышли представители родительского комитета при управлении образованием столичной администрации. Мы пришли к выводу о том, что действительно предложение актуально и необходимо его реализовывать. Сами педагоги дополнительного образования из учреждений, доп. образования, центров творчества, дворцов творчества могут и придут в наши школы для того, чтобы предложить свои услуги именно уже в самой школе. Помимо удобства и безопасности для родителей есть еще один плюс. Такие кружки бесплатные. Зарплату педагогам платят из городского бюджета. Ольга Пырычкина, Анастасия Лангина, Ренагавилян, Республика.